Дома, тоже достаточно интересно, это где-то в холле, может быть, да, немножечко, то есть их разделить. А глаза ваши на картину? Ну, да, может быть. Тут, конечно, ещё нельзя, вообще не надо, не люблю её показывать недоделанно, да, неправильно как-то. А глаза говорящие ваши? Да, может быть. То есть, да, глаза, я думаю, что единственное, что я прорисовываю, это глаза, то есть вот так всё, именно. О чём хочу просто, может быть. О чём о Солярис? По Тарковскому. Вот я как раз, мы с Дмитрием, мы с ним давно знакомы, мы с ним по скайпу, по интернету разговариваем, и мы решили попробовать что-то сделать вместе, и как раз попытаться помочь ей церкви, и вот у нас встречи были в пионерских лагерях с детишками. Почему Тарковским? Вот, и почему Тарковский, как раз подложу у меня. Выставка была в Милане, она называлась, по Булгаку, Мастер Варгарита, ведьма я её назвала. То есть там вот именно концепт ведьмы. А в этом случае мне интересно было просто Тарковский с этой планетой мыслящей, ну. Это мыслящая планета, как бы наша мемория, наша прошедшая и наша дизаджо, как по-русски будет дизаджо, наше какое-то, да, неудовлетворение. То есть там приходили, они решили, хотели эту планету покорить, эти учёные, да, а получилось так, что она их покорила. И вот у нас такая борьба постоянно идёт тоже, да, что-то мы пытаемся покорить, это современный мир, а на самом деле он нас покоряет. И именно вот эти большие головы, как раз они этим, то есть если раньше нужны были мышцы, чтобы там убить мамонта, а теперь современной этой жизнью эти большие головы и атрофированные мышцы, и это не значит, что они... Кстати, большие головы, это, можно сказать, уже был такой художник Алексеев, акварелист, академик, он закончил в середине XIX века, и он писал, как раз приезжал сюда, в Калугу, и писал нашего губернатора и губернатору Смирнову. В замужестве она стала Смирнова, а вообще она была и из обрусевших итальянцев, как Александра Тарасетти, вывыходцы они из... вообще из Одессы, но там француз, но корни у него были итальянские, очень сложно, вот, и у него, вот как раз фигурки маленькие, акварельные, агулы большие. Да? Хочу записать, это очень интересно. Это было, вот его прием, причем он закончил академию, ну что-то у него было, какие-то большие полотна там на диплом, вот, а вообще портретистом был, вот он перерисовал наших калужских чиновников, губернатора. Он их рисовал, то есть портрет, как портретное... Портретное искусство, да. То есть он не давал своего какого-то там отражения, то есть вот эти большие головы, то есть... Нет, то есть как портретист. Он, он, портретное искусство было, но это было у него как прием. Ну вот я это имела, это да-да-да-да. Причем, так он их выстраивала, то есть все это, на жилеточке, на рючке, все это. Прекрасно просто, прекрасно. А рючки маленькие, а губы большие. Прекрасно. Но карикатурной не было. То есть трагически, да, немножко, или как оно? Нет, даже не шарж. Вот, воспринималось это, это просто... Ну, это тоже, да, так, более трагические, карикатурные сложности, то есть они какой-то, наоборот, может быть, вызывали, да? Ну, может быть, какой-то, потом Смирнова Рассета, она очень так... Она уехала, вот Гоголь, жив в Италии, они приписывались. То есть это, как бы он спадлик ее к более такому миросозрцательности. Он напал в религиозные чувства и писал ей из Италии, он жил в Риме, писал письма о том, чтобы она внимательно следила за Калужской действительностью и описывала всех этих самых чиновников, которые там, ну, понятно, что они ее взятки брали, там, сахарки. И вот она довольно язвительно все это описывала. Остались записки. Да, вот мне интересно было бы почитать по этому... Я запишу, конечно, его Алексеев, да? Да. Вот, по-моему, не по-моему. Наверное, может быть...